Еще один момент, который я хотел бы сказать. Я дружил с Ирой Козулиной. Это великая светлая женщина. У нее был рак груди. И вот она мне сказала ужасные вещи относительно того, как женщины мучаются, те, которые прошли операцию, и те, которые проводят реабилитацию. В нашей стране нет системы реабилитации женщин, которые прошли через эту сложную операцию. На Западе это все бесплатно. На Западе они в центре внимания, потому что они мамы, потому что они жены, потому что они те, которые создают вот эту основу общества. А у нас же они оставлены сами себе. И попробуйте вы найти хорошую систему реабилитации человека, который прошел сложную операцию, когда женщине удалили грудь. И это очень важно. Если мы не будем уделять внимание нашим женщинам, если мы будем закрывать глаза на такие простые, но такие важнейшие проблемы, то тогда грош нашим цена. Мы строим свинарники, а на женщин денег не хватает. И вот это очень важная тема, которую я хочу особо подчеркнуть. Наши любимые женщины. Знаете, вот член моей команды, Людмила Петина, подготовила специальный доклад о дискриминации женщин. Доклад был подготовлен для Организации Объединенных Наций. Проблема в том, что у нас почему-то очень снисходительно и оскорбительно относятся к женщинам. Женщины красавицы, женщины у нас красивые, чуть ли не продают товар. А проблема в том, что женщины у нас дискриминируют. Женщины у нас получают меньше, чем мужчины. У нас есть не только стеклянный потолок, у нас есть огромный мужской шовинизм. Попробуйте вы. Если женщина не с длинными ногами, если она не хороших привлекательных форм, она чуть ли не не может вообще работать на серьезном предприятии либо государственном учреждении. Этой дискриминацией нужно ложить конец. Мало заявлять о том, что мы против торговли женщин. Мало бороться с проституцией. Нужно делать все для того, чтобы женщины полноценно были интегрированы в наше общество, в нашу систему управления. Я гарантирую, когда я стану президентом в моем первом правительстве, минимум треть постов будут занимать женщины. Причем женщины будут занимать эти посты не потому, что они принадлежат прекрасному полу, а потому, что они профессионалки. Потому что я сам знаю сотни женщин, которые достойны быть министрами, достойны управлять самыми сложными процессами в нашей стране. Дорогие друзья, есть еще много тем, которые можно поднимать, говоря о нашей Беларуси. Это и социальная проблема. Я не говорил о том, какую поддержку мы будем оказывать по созданию новых рабочих мест тем людям, которые временно потеряли работу. Мы будем платить пособие по безработице 120 долларов. Не 16, как сегодня, а 120. Но это будет поддержка, плюс человек получит конкретные деньги, если он захочет уехать и найти работу в другом городе, 500 долларов. А также он за счет бюджета получит современное образование. Это не будет университет, но это будут те навыки, которые он может использовать для того, чтобы найти себя в современном мире, для того, чтобы не чувствовать себя отчужденным. А сегодня так сложена вся система, что госпредприятия, они превратились в социальные конторы по занятости населения. Там нету, получается, ни коммерческой части, а есть псевдозанятость. И вот та цифра безработицы, которую говорит нам Белстат, это 1%, является гламурной цифрой, неточной, смехотворной, потому что в нее не верит даже премьер-министр. А если сами власти не верят той статистике, которую они дают, как мы можем в это все поверить? Система социальная заработает тогда, когда будет полноценное страхование. Страховой институт должен быть в Беларуси. Не тот государственный белгосстрах, а полноценное частное страхование. И вопрос, который мы задаем нашим властям, и на который они упорно не отвечают, почему же у нас не идет разговор о компенсации страховых выплат, которые были потеряны в начале 90-х? Вклады компенсировать крайне сложно, но нужно, по крайней мере, тем, кто дожил до 75 лет. А вот страховые выплаты, речь идет о других суммах, но это опять-таки обязательства государства, чтобы человек чувствовал себя защищенным. Обязательно медицинская страховка, реализация принципа «Деньги идут за учеником и за больным». Вот что сделает нашу социальную систему современной, европейской, ответственной. И денег на это все нужно будет потратить меньше, чем тратится даже сегодня. А качество образовательных услуг будет гораздо выше. Дорогие друзья, при сегодняшней власти, при Лукашенко, мир нас жалеет. Говорят, «О, когда я говорю в Европе или в Америке, либо в Азии, что я из Беларуси, следущие люди говорят, жалко, но я хочу, когда я буду президентом, беларусов будут уважать. Будут уважать за то, за наши достижения, за то, кто мы есть в сфере образования, здравоохранения. Будут уважать потому, что в Беларуси будут лечиться со всего мира, учиться со всего мира, работать и развивать современные технологии. Для этого нужна полноценная, законодательная, экономическая, конституциональная реформа». Вот что обеспечит уважение беларусов. И если это будет, конечно же, беларусов будет гораздо больше, чем сегодня. Демографический тренд мы сломаем. Мы сделаем все для того, чтобы в нашей стране жилось комфортно, работалось комфортно, чтобы молодые семьи могли рожать детей, как минимум три, для того, чтобы все это работало на нашу родную страну. Мы дадим шанс патриотам, мы дадим шанс умным людям. Знаете, почему я буду лучшим президентом, чем Александр Лукашенко? Потому что в моем правительстве будут умные, честные, профессиональные люди. Мы не будем бояться мозгов. Я считаю, что мы должны с вами жить по принципу, люди думайте, это же не больно. Это то, что обеспечивает нам понимание экономики, понимание социальных стандартов. Дорогие друзья, 19 декабря уже не за горами. Придите на день выборов и проголосуйте. Именно 19 декабря. 19 декабря на избирательных участках решается судьба нашей страны. Не надо идти и голосовать досрочно. Там эти голоса могут украсть. Но самое главное, в 20.00 на площади Минска, центральной площади Минска, соберется тысячи и тысячи людей. Они придут как на праздник. Вы тоже приходите. Возьмите бутерброды, возьмите термосы теплым чаем, приведите с собой любимую тещу, любимого тестя, приведите своих друзей и знакомых. Вместе нас будет громада. Вместе нас будет очень много. И мы будем ждать того, что нам скажет центральная избирательная комиссия. Вы знаете, сегодня ни один из 10 кандидатов не получает 50% голосов. Значит, должен быть второй тур голосования. Выйдут во второй тур сильнейшие. Кто это будет, покажут выборы. Но мы придем на площадь требовать справедливости и честных выборов. Мы придем требовать народовластия. Мы придем требовать той Беларуси, которая будет свободной, демократической, европейской. Мы за Беларусь будущее. Мы команда профессионалов Объединенной Гражданской Партии. Мы команда профессионалов и политических оптимистов. Мы за то, чтобы наша страна была достойным членом европейского сообщества. Чтобы принцип построим новое, сохраним лучшее был главенствующим в нашей политике. И мы это сделаем. Я полон оптимизма. Я полон энергии. И мои друзья, моя команда, они вместе со мной. Я очень рад, что это команда оптимистов. Что это команда будущего. Это команда будущей Беларуси. Будьте с нами, и мы победим. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok